Извилистая и глубокая балка Голландия спускается вниз, прямо к берегу одноименной бухты. В последнее время здесь, как и во многих районах Севастополя, ведется активное жилищное строительство. Однако вместе с новыми частными домами появляются и свежеоцепанные участки земли, в основе которых используется, мягко говоря, неоднозначный грунт. А здесь происходит просто вредительство. Здесь сцепаются строительные отходы, выравниваются площадки, и после этого, согласно кадастру документов Соболева-15, превращаются в жилищные, ИЖС или садовые товарищеские отходы, и продаются участки, и здесь после этого на этих отходах мусорных живут наши жители. Медленно, но верно балка превращается в пологий полигон, внутри которого спрятан настоящий могильник строительных отходов. А цепка местности начинается прямо сверху, от дороги по улице Богданово. Валерий Стрюков показал фотографии, сделанные несколько дней назад. У трассы высыпано несколько прицепов разнообразного грунта. В массе хорошо просматриваются остатки асфальта и бетона. Сейчас они их разровняли, и эту балку превратили еще в новый какой-то отход. У нас как атомный реактор получается, какой-то ядерный. Все эти химикаты, вредные вещества находятся у нас в Севастополе. За что мы боремся, куда мы дальше идем, непонятно. Аналогично меняется рельеф местности прямо напротив братского кладбища. Общественник уверен, в самое ближайшее время эти горы строительного мусора разровняют бульдозером, навсегда скрыв от глаз севастопольцев, что именно здесь захоронено. Редакция телеканала НТС направит информационный запрос в Севприроднадзор с просьбой принять меры в отношении варварской отсыпки балки Голландия строительными отходами. Николай Кузнецов, Дмитрий Лелека, Севан Форумбюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова